Здорово уроды! Будьте счастливы лицезреть меня в таком виде пока. Сейчас мы будем двигать на ГИК Капкан на Рижску 51 в городе Тюмени на концерт Олега Манагера, гитариста группы Гражданская оборона. Посмотрим, что из этого получится. Короче, Кес готов. Садимся в таксу. Ух, 500 лет я тут не был. Пробуем заходить вовнутрь. Добрый вечер. Ты редкий гость с таким гребнем. Я в последний раз только на электричество веду. Чтобы на акустике. Садимся в ковре висит. Рассказывай, что рассказывай. Потом где-то был вактоп. Как он называется? Ну, осьминог, как правильно? Где-то... Байканул. А вот это череды, а до этого был еще вот по-моему, и Байканул. Байканул. Вот в малом плане. Я почему-то взял один раз большого. А мы в этом новом, вот мы увидим. Ну вот, мы говорим от всех торцев. Это надо померить, тогда будет много людей. Это будет много. Вот он. Английский. Здравствуйте. Паша, вам только нужно только донести. Нет. У! Ура! 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 Ну, может быть, сейчас 10 будет. А! Ура! 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 Здесь всегда так в Капкане. Ура! 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 Я, давай, за перейти на ногами. А Аркадий что не собирался сегодня с чё? Они, по-моему, не знают. А ты хочешь скручивать? Можешь скручивать. Не перейти, тебе не веб,... Я же держать. Знаете, да. Я еще удивился, что просто... Потому что можно было на следующий день гонять и выпить. Да а что? А вот тут полтора месяца разницу твои не думают. Ну, конечно, мне же нужно отдыхать. Он как, знаешь, толстый кот, который не хочет, вот, вот, вот. Ты хочешь фото? Да. Я снять еще. Вот такой? Пойдем, посмотрю. Вот такой? Вот такой. Вот такой. Аааа. Заснял. А Саки, у звонил? Блин, что нередо. А, нет. Это что? Может, 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 что-то забыл? Да я, честно говоря, что-то забыл. Я забыл. Да. А сейчас звонить поздно. Поздно. Потому что он либо в Рощино, я и Джексону не звонил, не знаю где он. Джексон в Белоруссии поехал. Да он как-то находит. Рома сейчас сразу поехал туда. Аааа, он же с вами. Да, 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 да. Он поехал же. Вот этот, получается, самый старый, да? Это переиздание, на самом деле. По времени самый старый тот. Ну, тут? А тут везде акустика или тут? Нет, это электричество. Вот я вот этот, походу, электричество заберу. Как я воспринимаю реальность? То есть можно ей начинать, ей же и заканчивать. ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok наш, вот мы сегодня с Сашей много говорили о нашем басисте, такой общий для коммунизма и для родины, вот Штакета ее очень не любит, говорит, играй ее в акустике, ну неудобно играть, я до сих пор не понимаю почему, ну наверное ну она такая короткая только в среднем темпе эра сменяет эру, есть шестой канун в лету проводит рот людской золотом веки вместе природа, технотронную власть размах забросов украдив и завилие влаг позволив жить, как требует душа не мешая быть в том же другим познавая белый свет познавая белый свет вольно любой свершать тайные желания как зряем под их капризом спаять свет чем обернятся завтра вряд ли правитель яростях племя но сущность слишком и тока всем известна паоция ответ невыразима горек я нектар потом как-нибудь само разрешится новый кризис сравнив knew кто за Познавая белый свет Ну и еще одна относительно старая песня называется «Облом». То есть через это состояние, наверное, все проходили, все проходим. И я вот тут Марии рассказывал, бывает, что и суицидальные выходы, а бывает, что одолеешь, а потом прямо через полгода иду. Все делается хорошо. По всей видимости, есть такие маленькие осколки того самого волшебного зеркала, которые попадаются в нас и отравляют жизнь. Ну вот я был тоже отравлен и написал в таком состоянии песни. И даже, говорит, Федорович, это дело благостил, как говорится в интервью, что Монагер забирался в шкаф и был волком. Было такое у него откровение. Ну, что сделаешь? У меня было, он сказал. Отнекиваться не буду. Распорочен я крепко бумерангом, гордыней, кусками дымится вчерашняя радость. Я цепляюсь руками, а мягкость сердца, но кишерство предпадает мысленно жадно, но кишерство предпадает мысленно жадно. Нет, и не будет никогда, нет, и не будет никогда. Нежная кожа, удары нелевы, ситые тени осевшие тела. Улыбка веселена, молит пощады, а руки ветра будут до свету, а руки ветра будут до свету. Нет, и не будет никогда, нет, и не будет никогда. Попытки примириться, сразу положим мясо на замоку, на замоку. Сожжав желание, тягуче время, время, близко счастье, да бог, невозможные взгляды, взгляды. Капкан на храни, ой, кантузь, да молчание, молчание. Отсловленный охрестенбондом в глотку, отсловленный охрестенбондом в глотку. Нет, и не будет никогда, нет, и не будет никогда. Сдана, воскрывшись в полу соснахи, и струбанайшись живыми голосами. Сдоровленный охрестенбондом в глотку, скрывая слова селепой жаждой, скрывая слова селепой жаждой. Нет, и не будет никогда, нет, и не будет никогда. Ну, песня «Гости». Опыт у меня небольшой в отношении... Вообще, песня посвящается всем алкоголикам, наркоманам и путешествующим по ту сторону реальности разного рода трипами. Ну, наверное, в той или иной степени у каждого есть свой опыт, по крайней мере, алкогольный. Но до ручки или до гостя, до пиццы, я надеюсь, никому здесь не доводилось. Вот, но вот однажды у меня был мистический опыт, и он на меня очень сильно подействовал. В общем, гость иногда приходит. ПЕСНЯ 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 Анатолий Курас 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 вот проводиться бегала и говоришь Пожалуйста, в степени, в степени были в полногодние, как я помню, да? Нет, в 70-е было, курили прямо в столовой, в некотором фильме. Прям люди сидят, спурируют, 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 спурируют. Ну, спурируют. Кажется, курино там, везде, курили, вот в комиссаре. Он прямо тут же тюрлю. Раз, и домик закинували. А, ну, ты че? Ну, ты че? А, ну да. А потом... И сюда, курица. Потом же домик. А когда в Норильске теле, в Нижневарковском садились, там 24, по-моему, нас 9 человек, человек 6 еще и вообще. Или кто-то на 6 сентября. Это было полноте. Мы сели, курицу, 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 курицу. А потом, значит, мы ждем, сейчас нашел, пошли. Пожалуйста, не прикиньте там. Пожалуйста, вот туда, в багаж. Ну, дерьмо, там холодно. Ну, загоримся же. Ладно, там есть куда-то. Я вам поставлю баночку. Раскустки наденем, все в этом. Да? Да? Это вот к вопросу привычки, да? Не поздавая. То есть, некоторые события, вот, что так происходит. Совсем было недавно. А теперь даже, ну, как бы, вообразить нельзя. На туалете первый, басавят, ну, не басавят, штраф. Все, 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 все. Джексон так один раз не видишь, что он еще не может. Пошел туда и курицу. Вот заховутали. А сначала вот этот самый штафет. Говорит, ну, все, 8 штук его. А он такой, еще пьяный. Стоит по шатуру. Ничего не понимает. А штрафик мне хвост. Да я просто шофер. Он на фестивале есть. Мне сказали, довезешь мне, ну, нет. А что? А что, ну, давайте, мишенка, или я поеду. Ну, разбирайтесь с ним сами. Что-то как-то так вот вышло еще. Джексон мне что-то есть. Ну, у меня будет 500 рублей. Блин. У меня это так вот. Я думаю, у меня звонят. Я хочу. У меня这是这么 long. Я хочу, чтобы я не буду. Для всех влюбленную щитливую невесту. Сергей с восторгом голодан со женщином. До этого слова слова я не ломаю. Ты любит лица с terreна всегда? Будет нас так тихно. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ты в эти дни, я в эти дни, я в эти дни, я в эти дни Я сейчас Диму Лукича вспомнил, вы бы там поймете почему Их на самом деле было три таких писателя с этой самой фамилией Один из этих авторов написал, он вообще был обласком, премиями, прям жил в 21 веке А вот за эту повесть ему не давали ее печатать Наступила перестройка в году 89-90, я ее прочел Мне показалось так современным, что я видел за окном И я сел и написал, ну это фактически описание повести То есть это как бы и не песня, собственно говоря Если так можно сказать, кто-нибудь напишет когда-нибудь какой-нибудь, я не знаю, идиот, например, Достоевского, да? Песенку такую, вот, охвати все это Ну, задача была сложная, но я как-то не маялся Мне очень поразила эта история, этот день ходил, потом сел И написал, я ее назвал «Идеальный град» И когда я был нацболом одно время, там у нас не много людей было, но вот в той и меньшей части Она как бы так даже стала некоторым внутренним гимном нацбола Песня «Идеальный град» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. 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 колхоза или совхоза или ОАО в свободное от работы время, как герой Шукшина, делал самолеты. И он его сделал. И он в будний день решил по зараночку, около шести, взлететь, кружок сделать, сесть, а уже выходной день красиво, с выходом, может быть даже с тросом, со всякими флажками сделать круг над деревней. Ничего не вышло, но он все-таки взлетел и свой полет он совершил. Я люблю таких героев, поэтому песню Брайкара я пою, потому что она вот про такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Саша, замьючивай. В Кирове стабильно 20-30 человек, а вот в Фемене стало стабильно 10, но 5-то больше. Это антирекорд не побили, антирекорд, после которого я решил, что если будет 2 концерта, по 3 или по 2, по 4 человека, нахрен надо, все. Эпоха закончилась. В прошлый раз больше было народа. Там видишь, ну можно еще раз попробовать, там были люди от самого юбара, который... Он сам понимает, что это нормально. Сейчас заведи сюда, выключай, поднимай. Ланка же так, а нижняя. Ну ничего, спасибо. Это как будто для каждого. Для каждого, а в акустике там почти с каждым успеваешь. Или поговорить, или сподорчиваться, или подвергнуть, или как-то так еще. У меня сегодня абсолютно трезвое. Вот ничего не хочется, не потому что... Я такую вещь заметил, что на утро, вот выпьешь даже немного, начинает голод постепенно подтаживаться в академии парадоксали. И переорешь, и перекуришь, еще на улице выбегаешь. И мои дозы, конечно, маленькие. 60 грамм, 70 грамм. Ну... Иногда надо. А иногда как бы... А я все равно там 3-4 аккорда попутал, и слов 5 или 6. Это вообще интересная вещь, как выплывают слова. Я не просто перестаю поражаться. В обычном разговоре, даже в обычном разговоре можешь запутать, какое верное это слово. Особенно, когда хочется послать. Да, как же это так выразиться, чтобы до печенок дошло. А тут одно заднее, одно заднее. Очень мешает, когда в глаза смотрят. Задержишь знакомого? Ну, пытайся обратить. Ему, наверное, не нравится. Не, он думает. А надо еще успеть и проговорить. Понимаешь, что вообще непонятно. Ты-то где? А я это? А... И дальше. Четверть секунды, она играет прям иногда... Плохую. Спасибо вам большое. Приезжайте к нам по часу. Десять человек вас радует. Всех вас я должен увидеть еще раз. Хорошо? Спасибо вам. Хорошо? Спасибо вам. Едьте в Суикювей. И деньги мои заберите. Фу на вас! А мы из Нижнего наезжали, и получилось, что... Там есть хитрость. Электронные билеты должны быть обязательно распечатаны. Ну ладно. Потому что поезд был в Москве-Пекине. Мы ему говорим, какая разница, у тебя же есть мы? Он говорит, есть. Я знаю, что вы просадитесь. На третий. На третий. Только нужны реальные билеты. У него был мужик. 15-12 минут за отправление. Ты че? У нас тут все в плиты, видишь, в конце? Я ничего не могу поделать. Выгоня. Мы помчались в кассу. Вот со всем этим шмытьем. Улетели туда. Ну, 10 минут, допустим, за отправление. Да и всё прямо выгодно. Я и говорю, аааа! Четыре билеты мы бежим. Я жду. У вас есть еще минуты три? На тебе твои билеты! Ну, а теперь все. Ну, поехали. Так мы приехали к вам. Ну, пожалуйста. Я не знаю, как сошли звезды, но концерты были прям волшебные были в плане данных. В смысле, что вот реально у меня такие, блин, много таких концертов в жизни вообще было. Это был лучше, реально. Я не знаю, Бон Арсен, мы почему-то согласны, не знаю почему. А сейчас речь ведет за концерт коммунизма? Да. Да-да-да. Из-за этого я такую переборку. Что-то прям такое было, видимо. Прямо не знаю, что в Москве. Иногда совпадают очень хорошо. Мы просто напелись какие-то песни. А это тур, кстати. Кто из вас ездит? Ты. Ну и самый тяжелый из всех туров, которые у меня есть. Да потом куда вы меня дали? У меня, я на них столько на всех орал. Внутри тоже прям было тяжело. Там было много мелких сложностей. И мы прям... Нелегко в себе. Я забыл, что это все записывается. Люди не должны знать всех подробностей. Но в итоге... Мало того, что мы прямой приехали. А... Бери избытка злога. В итоге из меня, наверное, весь магний вышел. Мне осталось ноги сводить. И я пришел. Хорошая терапевта. Такая прям тетка... Ну, как она почти в один годов. Ну, чуть-чуть постарше. Ей уже все равно. Ей уже все равно. А, да нет, там... Как же не сдаваться. Это не Катерина Васильевна. Это вообще глупое лекарство она. Уже знаю. Может быть и другие. Ну, а что ты тут? Вот может быть это. Это тоже группы. В принципе одно и то же. Но если нравится, я выпишу это. Она мне говорит. Раунды. Я говорю, кто верничал? Это очень сильно. Прям долго. Весь магнийский вышел. Хотел бы облачить чудовищно. По два с половиной часа мне, наверное, писали. Такая была расширенная программа. Удлиненная. И они все стоят. Ну, Саша вот. Как в этом году? В стихии. Постоянно молодым. И я постоянно должен изображать всех. Рулим какие-то под... Так что вот она судьба. В-5 магний. Да йодовые. Ну, я не знаю. Теперь мы, наверное... Мы так официально как бы завершили туры. Ну, потому что тяжело. Невзирая на... Ну, это же все на гордушке. И в этот раз еще в неудобных местах. Все в плацкартах. Толкались концерты. Да, весь... Тяжело было. Может быть, когда-нибудь в Москве и в Питере сыграем еще. Но это реально... Реально сыграть в течение лет трех. Потому что потом уже нет... Не говори, что его, кто вылечил. А ты же говорил напугать. Может быть и нет. А я все равно заезжаю. То есть... Как бы... Они же практически... Почти все концерты я их сам придумал. Или очень редко приглашают. Только один-два концерта в туры. В этом вообще один. Когда реально человек говорит. Вот прям надо, чтобы я приехал. Ну, вот такой вот. Меня устраивает. В Луге, кстати. Мы говорили про самолет. Да, про Лугу. Они первый раз... И оплатили самолет обратно. А может быть и туда. И я туда с гитарой... Нам заменили С-7. Что там сломался самолет? Нам садились туда. С-4. Так я еще успел права покачать. Я уготовлю гитару. А мы найдем. Я говорю, что пилота по всему не шли? Нет, у нас там есть еще. Пойдем туда. И какой-то действительно шкафчик открыли. Туда же войдет? Я говорю, ну да. А так-то я бы ее прям... А положил? На бучинство. Сейчас готовили, сказали. А еще запрещено. Ты что? Куда лезешь? Оплачивай место и везти со своей... Она потолще просто не входит в саму нишу иногда. Они во всех. А они должны быть все закрыты. Банка большая. И запирает. Умка так обломалась на победе. Откуда отсюда же... Или отсюда ехали, или с... Челябин... Или он из Челябинска. Приходят, все садятся, регистрируют билеты с гитарами. Говорят, ну и классно. Гитара там то ли две, то ли полторы. Как? Ну как? Вы же читали правила победы? Гитара такой предмет длинный, больше чемодана он оплачивается отдельно. Вы же дешевые билеты. Даром же нет. Я говорю, ну даром то не... Даром. Так да. Недорого, быстро. Ну а гитара... Вот они там... Ее... Гори... Пас... Поверху. Еще за двух человек. Бог на руках. Наша такая... Ооп! Эра бабка в моем. Ооп! Эра бабка моя, оп! Эра бабка моя, что такая... Какая... А мы тоже сейчас поедем. Ну тормози свою. Сапись. Олег Монаги и Студаков в эфире из клуба Капкан. отличный концерт была ламповая атмосфера мне реально понравилось я замутил себе вот такой вот диск олега манагера всем советую ставь палец вверх подписывайся на мой канал а Продолжение следует...